Практически претендует и на приз Луиджи Де Лаурентиса, который вручают за лучший дебют. Новичков в этом году, кстати, оценивает среди прочих Алексей Федорченко, чьи овсянки в 2010-м завоевали пять фестивальных наград. Ленту о любви, страсти и мести снимали на цифровой фотоаппарат с практически нулевым бюджетом. Даже костюмы из личного гардероба артистов. Такой артхаус российские прокатчики, жалуются Ольга Дыховичная, берут неохотно. Иногда даже для того, чтобы прозвучать громко в своей стране, нужно компетентное мнение иностранных журналистов и иностранных зрителей. А для этого, как ни странно, нужно все равно собирать вот такую приятную пену признания и международных фестивалей. А вот Алексей Герман-младший, чей бумажный солдат три года назад завоевал Серебряного Льва, вопрос нефестивальных показов уже решил. Из Токио выложат в интернет. Фильм в программе «Горизонты», собравший самые неформальные экспериментальные картины. Критики, впрочем, считают, что 10-минутная лента Германа с Чулпан Хаматовой и Мирабом Нинидзе имеет все шансы оказаться лучшей. В центре действия история бывших спасателей, которые, узнав о катастрофе в Японии, бросают благополучную жизнь в России и отправляются на место трагедии. Это история про дружбу, про подвиг, про какие-то настоящие вещи, про важные или неважные. Это то, о чем давно хотелось сказать, безотносительно привязки к каким-то событиям. Венецианский фестиваль, основанный в 1932 году в Муссолини, считается старейшим европейским кинофорумом. В год основания приз за лучшую режиссуру, кстати, достался советской картине «Путевка в жизнь» Николая Эка, первому в истории России звуковому фильму. Будучи частью Биеннали искусств, венецианский фестиваль задумывался как «Мостро», в переводе с итальянского «Выставка кино». Поэтому, в отличие от других фестивалей, не имеет собственного кинопрокатного рынка. И все же, участие в этом кинофоруме – пропуск в мировой прокат. Ксения Горова, Дарья Ганиева, Андрей Стифоров, Новости культуры. Грандиозный праздник. Военно-музыкальность.